Сегодня мы поговорим о некоторых очень, очень особенных вещах в отношении имени Иисуса. Я хочу, что вы помолились сейчас со мной, давайте вместе верить Богу не только об откровении о том, что Бог говорит нам сегодня из своего слова, но и о восполнении ваших нужд. Слава Богу! Вы можете на протяжении всей этой передачи принимать от Бога, включившись в режим принятия от Него. И к концу передачи, слава Богу, вы можете быть на пути к вашей полной победе во Христе Иисусе. Отец, мы благодарим тебя за эту передачу, и мы прославляем тебя за нее. Я молюсь за наших телезрителей, за всех, кто меня сейчас слышит. Во имя Иисуса, и я благодарю тебя, Господь, за твою силу в твоем имени. И мы принимаем сейчас откровение о нем во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова откроем сегодня наши Библии на третьей главе книги Деяния. И мы начнем читать с самого первого стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. И был человек, храмой очрева матери его, которого носили и сажали каждый день, при дверях храма. И так этот человек никогда в своей жизни не ходил. С момента своего рождения он не сделал ни шага. Это важный фактор в этом чуде. Вам стоит об этом помнить. Его носили и сажали каждый день, при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна, пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имеет, удаю тебе. Во имя Иисуса Христа Назареев, встань и ходи. И, конечно же, вы знаете продолжение этой истории. Он взял этого человека за руку, поднял его, и тот человек начал ходить, и скакать, и прославлять Бога. Он моментально научился ходить. Разве это не здорово? Слава Богу! И послушайте следующее. Все там, все там шли в храм. Это был час молитвы. Это было время, когда все, кто был там, шли в храм. И они все бывали в храме. И они все знали этого человека. Ведь он сидел там каждый день. Интересно отметить, что он сидел там и тогда, когда Иисус служил на земле. Иисус проповедовал прямо там, на том месте. Вы спросите, интересно, почему он не исцелился, когда Иисус там проповедовал? Что ж, очевидно, он не верил, что получает. Именно поэтому он ничего не получил. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Они изумлялись и удивлялись этому. Это породило большое удивление. Когда они увидели, как этот человек встал. И этот вопрос, и вы задаетесь вопросом. Почему он не исцелился, когда Иисус был там? Что ж, это указывает на то, что имя Иисуса, имя воскресшего Господа славы, может делать все то, что может делать Иисус. Невозможно отделить кого-то от Его имени. Имя человека не может иметь одну власть, а сам человек какую-то другую. Что ж, это надежный и порядочный человек. Да. Его слово надежно? О, да, его слово надежно. А как насчет Его имени? Ну, насчет Его имени я ничего не знаю. Не знаю, хорошая ли у него репутация или нет. Нет, 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 невозможно отделить человека от Его имени. Если человек порядочный и надежный, тогда и Его имя порядочное и надежное. И Его имя имеет ту же власть, что и сам человек. Имя этого человека может делать то же самое, что может делать этот человек. Даже если этот человек лично не присутствует где-то. Когда я был еще молодым, я мог пойти в банк, в котором у моего папы был счет. И однажды я попробовал это сделать. Потому что я хотел купить мотоцикл. И я пошел туда и попытался взять кредит. И своим родителям я ничего об этом не сказал. Я не понимал, что мне его не дадут. Я пошел в тот банк. Знаете, это те глупые вещи, которые делают дети. Но я пошел туда и узнал, что мне не дадут кредит на ту сумму, которая нужна для покупки мотоцикла. Но знаете, что они у меня спросили? Они спросили, а ты разговаривал на это еще со своим папой? Я что-то там пробормотал. И они сказали, знаешь, если твой папа хочет прийти, если ты получишь разрешение от твоего папы, или другими словами, если ты сделаешь это во имя, или используешь имя своего папы, мы дадим тебе этот кредит. Но в твое имя мы его тебе не дадим. Понимаете, мой папа мог позвонить в тот банк, находясь за тысячу километров оттуда. Он мог позвонить президенту того банка, который был его хорошим другом, и сказать, запишите этот кредит на мое имя, дайте ему эти деньги, оформите все на мое имя, чего он, кстати, не сделал. Оформите все на мое имя, то мне бы дали эти деньги, даже если бы мой папа был в это время где-то далеко. Почему? Потому что в том банке имя моего папы было надежным, имело хорошую репутацию. Итак, это важное откровение и является очень важным для каждого верующего, для каждого человека. И сейчас хочу кое-что сказать, и надеюсь, вы это поймете. Если вы не знаете, то вы будете знать, когда мы разберем это позже. Это очень важное знание для любого, кто пытается прийти к Богу, кто любит Бога. Вам нужно быть уверенными в том имени, в которое вы пытаетесь приходить к Богу. Если вы пытаетесь приходить к Богу во имя кого-то другого, но не Иисуса, тогда у вас нет Кровного Завета, на основании которого вы можете к Нему прийти. И это не значит, что Бог не любит вас. Просто именно так оно все устроено. Это было единственное имя под небом, которым люди могли быть избавлены от власти дьявола. Многие люди пытались это делать. Многие люди пытались приходить к Богу во имя известного святого. Многие люди пытались приходить к Богу во имя императора. Люди пытались приходить к Богу во имя известного пророка. Люди пытались приходить к Богу во имя какого-то проповедника. О, Бог, ты знаешь, брат Копланд проповедовал об этом, или брат Копланд. Нет, не пытайтесь прийти туда, в мое имя, Боже мой. Я уже доказал, что из этого ничего не выйдет. Аминь. Не пытайтесь приходить в свое имя. Не приходите к Богу и не говорите, «О, Бог, знаешь, я самый лучший член церкви в той церкви. О, Бог, я за 35 лет не пропустил ни одного служения. Я знаю, что ты должен меня исцелить». Эй, я хочу вам кое-что сказать. Вы уже уклонились в сторону. Бог любит вас. Но Он не будет и не может действовать в ваше имя или мое, или чье-то еще. Он будет действовать в имя Иисуса. И изучая эту тему, мы хотим узнать, почему. Хорошо это знать, но этого недостаточно. Нам нужно знать также и почему. Давайте дочитаем это местописание. Петр увидел эту ситуацию и увидел все это изумление, которое она вызвала. И тогда он начал проповедовать, и он проповедовал Слово Божье. И затем, заметьте в 16 стихе, если у вас есть Библия, что произошло, когда они вошли в двери храма, называемые красными? Он сказал, «Во имя Иисуса Христа Назорея». И они взяли этого человека за руку и подняли его. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, или от Иисуса, даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Я хочу, чтобы вы немного погрузились в это. Итак, ухватитесь за это. Вера в имя. Петр не сказал, что имя Иисуса укрепило этого человека. Он сказал, что это сделала вера в имя Иисуса. Итак, есть сила в имени Иисуса. Но эта сила высвобождается посредством нашей веры. Мы говорим о сфере Духа. И именно там мы и разбираемся с проблемами. Грех, болезни, бесы и страх, они действуют именно там, в этой духовной сфере, в невидимой сфере. И наша вера, высвобожденная в этой сфере, это власть, высвобожденная во имя Иисуса. И вот как это можно доказать. Если бы дело было только в самом имени, тогда бы каждый человек, который когда-либо сквернословил, используя это имя, что-то бы этим самым совершал, или что-то бы изменял, поскольку он ругает и проклинает что-то во имя Иисуса. Я имею в виду, что люди сквернословят и ругаются, упоминая при этом имя Иисуса. Знаете, это должно говорить вам о чем-то в отношении власти и силы в имени Иисуса. Вы особо не слышите, чтобы кто-то, ругаясь и сквернословие, упоминал при этом имя какого-нибудь пророка или другого Бога. Это должно говорить вам о том, чего боится сатана. Именно имя Бога он пытается выставить таким образом, чтобы помешать ему работать против него. Когда люди просят Бога проклясть что-то, они произносят имя Бога напрасно, потому что Бог не является тем, кто проклинает. Иисус не является тем, кто проклинает. Христос не является тем, кто проклинает. А люди используют эти имена, сквернословие, ругаясь. Но если бы дело было только в самом имени, тогда бы это как-то воздействовало на то, что люди проклинали, упоминая это имя. А мы знаем, что это не так. Не то, что оно так или иначе не подвергалось какому-то воздействию. Оно подвергается воздействию со стороны проклятия. Люди оказывают воздействие на свою собственную жизнь теми проклятиями и бранными словами, которые они высвобождают своими устами. Но это делает не имя Иисуса или имя Бога. Однако наша вера в это имя высвобождает силу и власть, которая есть в этом имени. Там была группа экзорцистов, которые пришли к одному одержимому бесами человеку. И они сказали, «Во имя Иисуса, которого проповедует Павел». Видите, у них не было никакой веры в это имя. И фактически, не будучи рожденными свыше, они не имели никакого права использовать это имя. Когда вы принимаете Иисуса, именно тогда вы получаете его имя, получаете власть использовать его имя. Знаете, многие женщины могли бы решить, что они будут использовать имя Джона Рокфеллера. Что ж, дорогие, вы можете решать, что хотите, но вы можете нажить себе кучу проблем, поскольку у вас нет никакого права использовать это имя, если только вы не замужем за ним или не являетесь его дочерью. Аминь. Я имею в виду, что кто-то на улице не может просто взять и решить, «Я мистер Джон Рокфеллер». Это невозможно. Нет. Это будет мошенничество. Не так ли? Что ж, и когда они сказали там, «Во имя Иисуса, которого проповедует Павел», это было мошенничество. У них не было никакой веры в это имя. Они просто пытались заставить что-то произойти. И когда они это сказали, бес, который был в том человеке, сказал, «Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие?» «Брат Копланд, именно так дьявол со мной и поступает». Что ж, он поступает так с вами, потому что вы ему это позволяете. У вас есть право на имя Иисуса, если вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, поскольку вы часть его невесты. Аллилуйя. Вы соединились с ним в Завете, в Кровном Завете, называемом Новым Заветом. И у вас есть право иметь веру в это имя. «Да, я знаю, но, знаете, я не проповедник, не апостол, и...» Что ж, Петр это знал. Духом Святым он знал, что возникнет такой вопрос. И он сказал, «И ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами». И прочитайте восьмой стих четвертой главы. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им...» И здесь он не просто объясняет, что произошло. Он пророчествует. «И я верю всем своим сердцем, что Дух Божий дает это пророческое слово, чтобы защитить тело Христова от лжи, с которой дьявол потом придет и скажет «Все это закончилось со смертью апостолов. Вы можете иметь это только если вы апостол. Можете делать это только если вы проповедник. Вы не можете то и это. Это закончилось и то закончилось». Что ж, вот что сказал Дух Святой. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, туда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав». Он сказал, что это имя Иисуса укрепило того человека. И 12 стих «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Послушайте, данного человеком, данного людям. Слава Богу! Итак, ухватитесь за это. Это имя было дано людям, а не зарезервировано только для апостолов. Фактически, Петр сказал, «Это не наше благочестие или святость сделало то, что этот человек ходит. это сделало имя Иисуса через веру в Его имя. Это произошло не потому, что я апостол. Это произошло не по какому-то там Божьему промыслу или еще чему-то. Нет. Фактически, откуда Петр об этом узнал? Откуда он узнал об имени Иисуса? Откуда он узнал, что нужно использовать имя Иисуса? Что ж, последнее, что Иисус им сказал, явившись им тогда и укорив их, мы читали это на прошлой неделе, он укорил их и сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению и во имя мое изгоняйте дьявола». Аминь. И мы знаем, что это великое поручение данной церкви. Аминь. Я имею в виду, что это не только для апостолов, это не только для проповедников. Библия говорит в книге Деяний, что не только апостолы, но вся церковь была рассеяна, и они все пошли повсюду, проповедуя, слава Богу, каждая рожденная свыше чада Божья призвана проповедовать. И я не сказал, что каждый призван служение апостола, пророка, евангелиста, пастора или учителя, но каждый призван проповедовать, провозглашать во имя Иисуса, воскресшего Господа Иисуса. Каждое чадо Божье имеет право власть и заповедь использовать и верить во имя Его Сына Иисуса. Аллилуйя. Слава Богу за это имя. Я никогда не забуду, когда я впервые осознал, что вся эта духовная сфера, вся эта атмосфера, в которой мы живем, вся эта невидимая сфера просто наполнена духовными существами. В буквальном смысле наполнена. Там просто несметное число начальств, духовных начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего и духов злобы поднебесных. И чем более слабой и вялой становится церковь в какой-то стране, тем больше там нашествие духовных сил. И в последние дни мы узнаем, что есть духовные существа, падшие демоны, бесы и так далее, которые удерживались во тьме и были высвождены. И я знаю с полной уверенностью, что это то, что мы видим в ситуации с наркотиками. Это то, что мы видим во всем этом регионе, особенно в Соединенных Штатах, потому что мы проголосовали за то, чтобы убрать Бога из наших школ и так далее. И об этом написано в послании к римлянам, и Библия говорит, что они были преданы превратному уму. Что ж, это то, что произошло в нашем Сенате и в Палате представителей, в Конгрессе, где люди проголосовали за то, чтобы убрать Бога. И вчера вечером я смотрел документальный фильм, посвященный биографии Франклина Дилана Рузвельта. И они включили там запись молитвы, которой он молился перед тем, как войска Соединенных Штатов отправились в Европу. И он молился, Бог всемогущий, мы молимся о защите и охране этой республики. Мы молимся о защите и охране нашего свободного образа жизни. И мы молимся о защите и охране нашей религии. Я подумал, Боже мой, интересно, как далеко может зайти президент молясь сегодня такой молитвой. И благодарение Богу много из этого возвращается. Потому что люди молятся во имя Иисуса и оттесняют дьявола, оттесняют силы тьмы, используя это имя. Но посмотрите, что религия и религиозные представления, я скажу так, придуманная людьми религия, посеяла в церкви, чтобы она молилась не во имя Иисуса, а ради Иисуса. Или еще как-то и вместо имени Иисуса использовала слово Христос. Христос — это не его имя. Он является Христом помазанным. Христос означает то же самое, что и слово Мессия. Христос — это греческое слово. Мессия — это еврейское слово. Помазание — это русское слово. И это Иисус, помазанный, помазанный Богом. Бог был с ним, помазывая его Духом Святым и силой. Аллилуйя. Поэтому я понял много лет назад, что имя Иисуса, могущественное имя Иисуса, живая вера в имя Иисуса оттеснит всякие духовные демонические начальства, всякие демонические власти. всяких мироправителей тьмы века сего. Она заставит их отступить. Слава Богу! Именно это имя и вера в это имя. Именно кровь Иисуса и вера в Его кровь. Именно Слово Божье и вера в это Слово во имя Иисуса заставляет бесов трепетать. Аллилуйя. Хвала Господу! Многие из вас смотрят эту передачу рано утром перед тем, как уйти на работу. Кто-то в другое время дня, но большинство из вас делает это перед уходом на работу. И я хочу, чтобы ваш сегодняшний день был наполнен силой Божьей. Я хочу, чтобы это был день, наполненный успехом внутри вас, так, чтобы вы имели успех и снаружи. И одна вещь, которая вам нужна, чтобы ходить в такой силе и в таком успехе, это сила и власть в могущественном имени Иисуса, потому что могу сказать вам прямо сейчас, если бы не имя Иисуса, нашего служения здесь бы не было. Я не знаю, как бы я мог оставаться в живых и сегодня ходить по этой земле, а тем более быть в таком служении и быть на телевидении, потому что я был катастрофой, которая могла случиться где угодно, и придя к Господу Иисусу, я начал понимать силу и власть Его имени. Поэтому, если вы ищете сегодня работу, я хочу, чтобы вы делали это во имя Иисуса. Если вы сегодня сталкиваетесь с действительно тяжелыми вещами, если кто-то из ваших близких в больнице, используйте имя Иисуса. Если у вас семейные проблемы, решайте их, используя имя Иисуса. Если вам нужно идти на похороны, идите туда во имя Иисуса. Библия говорит нам, чтобы все, что мы делаем и все, что мы говорим, мы делали и говорили во имя Иисуса. Давайте снова обратимся к книге Деяний. Сначала давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы в полной мере ожидаем Духом Святым получить откровение о силе и власти и о нашем праве использовать эту силу и власть, которая есть в имени Иисуса. Мы молимся во имя Иисуса и ожидаем, что получим. Аминь. Давайте вернемся к книге Деяний. Я хочу вам здесь кое-что показать. Мы читали вчера третью главу книги Деяний. Мы говорили о той власти, которая есть в имени Иисуса и о том, что Петр сказал, что дело не в его призвании. Тот факт, что он был апостолом или какой-то другой факт, когда тот человек, который никогда раньше с самого рождения не ходил, который не сделал ни одного шага в своей жизни, и его каждый день приносили и сажали около дверей прямо перед храмом. И он просил милостыню, чтобы иметь какие-то средства к существованию. Он был легальным нищим, и он сидел там каждый день. И люди проходили там, и я хочу показать вам это сегодня и Слово Божьего. И затем мы сделаем следующий шаг. Когда этот человек вскочил и начал скакать и прославлять Бога, и люди увидели это, то они знали, кем он был. Они видели его там каждый день. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. И у них было много причин смотреть на Петра. Многие из них знали его. Многие из них знали, кем он был. Многие из них знали, что Иисус пошел на крест. Многие из них видели, как Иисус делал подобные вещи. Но вот человек, который сидел там, будучи храмы на протяжении всего времени служения Иисуса. Его каждый день сажали у этих дверей. Это означает, что он сидел там, когда Иисус проезжал мимо на маленьком осленке. Он сидел там, когда Иисус выгнал из храма миновщиков. Он сидел там и видел все эти вещи, все происходившее на улице. Многие из них были там, когда происходили все эти вещи. И они думали, так, этот человек был с Иисусом. Верно, но Иисуса распяли. А кто же он такой? Он пророк? Происходит ли это, потому что Бог возложил на него что-то особенное? А потом мы много лет спустя делаем то же самое, говоря, ну знаете, все это закончилось со смертью апостолов. Но Петр сказал, что вы смотрите на меня. Что вы удивляетесь? Многие из них смотрели на него и думали, подождите минутку, подождите. Он отрекся от Иисуса. Я знаю, я слышал, как он говорил это в тот вечер дам у костра. Я слышал, как он клялся и отрекался. Понимаете, они удивлялись, и они были полны удивления, и они дивились этому. как такое могло произойти, когда Иисуса здесь нет? А что Иисус сказал Петру идти и делать? Что он им сказал, когда явился им в Евангелии от Марка? Что он сказал им делать? Что он сказал всем этим апостолам делать? Сказал ли он им идти проповедовать в их имя, поскольку они апостолы? Идите и говорите всем, что вы апостолы, идите и говорите им, о, посмотрите, посмотрите, пришел апостол, о, я пророк, я могу делать определенные вещи, потому что я пророк. Что ж, вы знаете, что это не так. Вы знаете, что Иисус такого не говорил. Что он сказал? Подумайте сейчас немного вместе со мной. Сказал ли он им, идите и скажите им, что вы говорите на иных языках? Нет. Они бы не знали, о чем вообще речь. Он говорил об иных языках, но он сказал, вы будете делать это в мое имя. Сказал ли он, идите и исцеляйте больных, потому что вы апостолы? Нет. Он сказал, во имя мое, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. Поэтому это прямо противоположно тому, что думали человеческие религиозные умы. Ну, это сегодня не для нас. Это все уже кануло в прошлое. Нет. Его имя не может кануть в прошлое. Оно навеки. И именно об этом мы и хотим сегодня поговорить. Это та сфера, в которой нам нужно много чего изучить. Вам нужно самим лично уделить время тому, чтобы изучить ту сферу, которую мы сегодня затронем. Иисус сказал, вы идите по всему миру, и вы проповедуете Евангелие во имя мое. вы изгоняйте дьявола. Он ни слова не сказал о том, чтобы приходить к Богу и просить Бога убрать от вас дьявола. Он сказал, вы изгоняйте его. Это часть Евангелия. Он сказал, во имя мое, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. Во имя мое, вы будете говорить новыми языками. Во имя мое, если что смертоносное выпить не повредит вам. тело Христово. В 28 главе Матфея Матфей записывает это так. Иисус сказал, дана мне всякая власть, вся власть на небе и на земле. Итак, идите по всей земле. Видите, как он делегировал эту власть? Вы знали, что именно так Бог все делает? Он всегда на земле так все делал. Он сотворил Адама в Эдемском саду и затем дал ему власть. Фактически он вложил в него власть, слова власти, которые он использовал, когда творил человека. Он сказал, сотворим человека по образу нашему. И он сделал то же самое, что он делал, когда творил все остальное. Он сказал, и словами власти привел Адама к существованию, чтобы нельзя было отделить этого человека от той власти, которую дал ему Бог. Это не было что-то такое никакой власти. Он просто полол сорняки в Эдемском саду. Что ж, во-первых, там не было никаких сорняков, а во-вторых, если у него не было никакой власти, какой от него был прок? Он не был домашним питомцем. Бог вложил в него власть. Он сотворил его. И Библия говорит, все сотворенное Богом было покорено под ноги его. Поэтому когда Адам преклонил колено перед дьяволом, понимаете, он отдал дьяволу эту власть над человечеством. И в чем имени у Адама была власть? У него была власть в имени Бога, в имени Бога Отца. И я хочу показать вам кое-что из Евангелия от Иоанна. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Если у вас есть рядом Библия, я хочу, чтобы вы открыли 17-ю главу Иоанна. И Иисус говорит о том, что произойдет после Дня Пятидесятницы, когда придет Дух Святой. И в 17-й главе Он молился Отцу. И я хочу, чтобы вы послушали кое-что, что Он там сказал. 6-й стих. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне от мира. Я открыл им Твое имя. Что Он имеет в виду? Что ж, Иисус сказал, Отец пребывающий во Мне. Он творит дела. Он пришел на эту землю, представляя Бога. Да. Но Он также пришел сюда, представляя человека. Он представлял Бога человеку и человеку Бога. И показал нам наши отношения с Богом Отцом через Него, дав нам свое имя, свою праведность, свою индивидуальность, само то, что определяет его характер и личность, плоды Духа. Понимаете? Библия говорит, что мы имеем ум Христов. Так что, когда мы родились свыше, нам было дано имя, которое выше всякого имени. Вы скажете, я думал, это имя было дано Иисусу. Да, но разве вы не помните, что Петр сказал, нет другого имени под небом, данного человеком. это имя было дано вам, если вы сделали Иисуса Христа Господом вашей жизни. И вы можете использовать Его власть. А пока мы там, мы можем также прочитать одиннадцатый стих. Это очень, очень интересно. Иисус сказал, «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Что он этим самым сказал? Он сказал, «Я готовлюсь покинуть этот мир, но эти люди останутся в этом мире, и я хочу, чтобы ты сохранил их посредством твоего имени». Это предполагает много разных вещей, о которых нам нужно знать, но мы будем узнавать о них, двигаясь шаг за шагом. Я коснусь здесь одной вещи, но позже мы разберем это более подробно, когда будем более к этому готовы. Тот факт, что Иисус молился Богу и сказал, «Я хочу, чтобы ты заключил с ними завет, я хочу, чтобы ты был для них отцом, как я хочу, чтобы ты и они», говоря не только о тех людях, которые там сидели, поскольку позже в этой же молитве он сказал, «Я молюсь не только об этих, но и обо всех тех, кто придет ко мне по слову их». Что же это включало в себя каждого, кто придет к Отцу во имя Иисуса? Услышав проповедь Слова Божьего, то есть, по сути, через тех людей, которые были там в тот день. Итак, Иисус говорит, «Я хочу, чтобы ты обеспечил для них завет, помните, он взял чашу и сказал, «Это завет, новый завет, новый завет в моей крови, пейте ее». И он говорит, «Я хочу, чтобы ты дал им твое имя». Аллилуйя. И, как я уже сказал, мы поговорим о наших отношениях завета и о том, что происходит в отношениях завета. Когда два человека заключают между собой кровный завет, они берут себе имя другой стороны. Иллюстрацией этого является христианский брак. Именно поэтому наши церемонии бракосочетания проходят так, как они проходят. И именно поэтому в христианстве муж дает своей жене свое имя и фамилию. Это образ Иисуса, являющегося нашим Господом и главой, который дает нам свое имя в этом браке кровного завета, когда мы становимся его невестой, и мы берем его имя и все его активы. Слава Богу. Мы коснемся этого позже. Знаете, я знаю, как это восхитительно. И было бы здорово просто начать прыгать и ликовать здесь. Мы пока еще не совсем готовы это делать. Здесь есть еще кое-что, о чем мы поговорим в оставшиеся дни на этой неделе, потому что говорю вам, это просто что-то восхитительное, и это зажжет вас. Слава Богу. В притчах 18.10 говорится «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». У тех, кто находится в правильном положении перед Богом, есть Его имя, в которое можно убегать. Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. И давайте еще раз посмотрим на то, что сказал Иисус, когда Он молился в 11 стихе 17 главы Иоанна. «Я уже не в мире, но они в мире». Другими словами, Он говорит, «Я должен оставить этих людей здесь». Итак, мы с вами оставлены здесь. И Он сказал, «Они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Итак, нам нужно понять это в отношении жизни Иисуса, в служении, прежде чем мы сможем понять нашу жизнь в служении, поскольку Он для нас пример. Он наш Господь. Мы Его ученики, что означает, что мы научены Его образу жизни. И мы должны быть научены Его образу жизни Словом Божьим, а не просто каким-то религиозным представлением. Потому что религиозные люди злятся на вас, если вы говорите, «Я изо всех сил стараюсь поступать, как Иисус». Я слышал, как люди так говорили. Как-то раз один человек сказал... Как-то раз мой друг разговаривал с одним человеком, и тот начал говорить про одного проповедника, говоря, «Знаешь, он просто разрушен». И мой друг спросил, «Почему? Что случилось?» Он ответил, «Ну, он общается с Копландом. Они оба носятся по всей стране, пытаясь вести себя, как маленькие Иисусы». Что ж, «Большое спасибо, слава Богу, именно это я и пытаюсь сделать». Но понимаете, когда у вас такое представление, «Ну да, что он о себе возомнил?» Он никогда не может быть, как Иисус, ведь Иисус – Сын Живого Бога. Да, так и есть. Не смейте никогда говорить, что я сказал, что Иисус был кем угодно, но не Сыном Живого Бога. Не смейте сейчас говорить обо мне ложь. Не втягивайте себя в неприятности. Аминь. Люди это делали. А я говорю следующее. Иисус служил больным не так, как думает большинство людей. Он приходил и служил больным во имя своего Отца, во имя Бога. И вот как Он это делал. Бог пришел к Аврааму. Бог изменил имя Авраам на Авраам, которое означало «мы вместе с Богом» или же «отец великого народа». Бог добавил свое имя в имя Авраам, назвав его Авраамом, и таким образом заключив с Авраамом Кровный Завет. Они обменялись именами. Авраам дал Богу свое имя, Бог дал свое имя Аврааму, назвав его Авраамом. Поэтому все, что Авраам делал, он делал во имя Бога, потому что это был его Бог. Он потом был назван Богом Авраама. И все, что Авраам делал, он делал во имя своего Бога. Он был Богом его здоровья, он был Богом его благополучия, он был Богом над его семьей. Авраам состоял в кровном завете с Богом Всемогущим, и он пролил свою кровь в результате обрезания, ратифицируя этот завет с Богом. Поэтому пророки, которые пришли после него, они были пророками во имя Бога Авраама. Помните это? Во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова. Иисус родился в том же еврейском завете. Он родился в том завете и служил в своем служении как пророк. Он называл себя пророком. Он сказал, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем. Он служил как пророк во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова. Он служил как пророк на основании завета Авраама во имя Отца. И он пошел на крест от имени падшего человека. Иисус пошел на крест в ваше имя. Он взял ваше имя. Он взял мое имя, взяв имя Адама. И он называл себя сыном Адамовым, сыном человеческим. И он пошел на тот крест, как незапятнанный сын живого Бога. И взял мое имя и ваше имя. И тот грех, который представляли наши имена, и понес его на кресте. Слава Богу! Итак, имя Господа — крепкая башня, и праведник убегает в нее. Иисус сказал, «Отец, я покидаю этот мир». И он сказал, «Я хочу, чтобы ты сохранил их во имя Твое». И он уже сказал в 6 стихе, «Я открыл имя Твое человеком, которых ты дал мне от мира». Поэтому, когда Иисус исцелял больных, воскрешал мертвых, Он делал это во имя Отца. Он говорил, «Я говорю не в свое имя». Он говорил, «Я пришел не в свое имя». Он говорил, «Я не мыслю своими мыслями». Он говорил, «Я пришел во имя пославшего Меня». «Я пришел во имя Моего Отца». «Я говорю не от себя». «Не ища славы и известности себе». Понимаете? Иисус говорил во имя Отца. И это был Дух Святой, который пребывал в Нем и пребывал на Нем в помазании. Вы читаете об этом в 10 главе книги Деяний. Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, угнетаемых дьяволом. Как? Помазанием, которое было на Нем. Во имя Отца, во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова. И когда Иисус пошел на крест, в Его крови был заключен Новый Завет. Это было нужно. Была это нужда. Потому что Иисус молился этой молитвой на основании восполнения этой нужды. Он сказал, соблюди, сохрани их во имя Твое. Я покидаю этот мир, но им придется остаться в этом мире, и им нужно Твое имя. Поэтому Иисус знал, Бог знал, Дух Святой знал, что человек, как только он родится свыше, он выйдет из-под власти дьявола. Но затем ему придется научиться ходить и жить посреди этой мирской дьявольской системы, хотя он уже и не будет находиться под его властью. Поэтому Бог знал, что человеку понадобится оружие. Бог знал, что человеку понадобится это преимущество Соглашения Завета, чтобы жить в этом мире, которое в значительной степени находится под влиянием дьявола, бесов, страха, смерти, войны и военных слухов и тому подобного. Ему понадобится имя. Ему понадобится крепкая башня, в которую он мог бы убегать и быть в безопасности. Слава Богу! Аллилуйя! И завтра мы разберем и поговорим о сферах принятия власти имени Иисуса, где в действительности у этого имени есть власть. Для того, чтобы иметь веру во власть имени, вы должны знать кое-что о силе, стоящей за этим именем. Если я приду во имя какого-то захолустья, то за мной будет стоять лишь объединенная сила этого захолустья. Если там проживают всего два старых фермера и один хозяин-овец, и ни у одного из них дела не идут особо хорошо, то я пришел во имя не особо большой силы. Но если бы я пришел во имя властей Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, или Далласа, или чего-то подобного, и за мной стояла эта объединенная власть, то я пришел бы в гораздо большей силе. Следовательно, разница не в самом имени, а в том, какая за этим именем сила и власть. И вы и с двумя старыми фермерами в том захолустье, и у меня не было намерения вас обидеть и оскорбить. Пребывайте в Слове Божьем. Слава Богу! И вы станете настолько преуспевающими, и вы вместе с тем хозяином овец будете благословлены Господом. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя! И я лучше буду из-за холустья, чем из каких-то этих мест. Аллилуйя! Но в любом случае, мы обратимся к Слову Божьему и узнаем, что стоит за именем Иисуса. Всю прошлую и эту неделю мы говорим о силе и власти в могущественном имени Иисуса. Поэтому я хочу, чтобы вы не пропустили ни секунды сегодняшней передачи, с самого ее начала и до самого ее конца, поскольку это будет основной частью вашей победы во Христе Иисусе. Слава Богу! Давайте помолимся, и мы сразу же обратимся к Слову Божьему. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за силу Божьего Духа, за побеждающую силу нашего Бога. Во имя Иисуса мы просим Тебя действовать среди нас могущественным образом и дать нам откровение о силе этого имени. Мы благодарим Тебя за него во имя Иисуса. Аминь. В книге притчи, 18 главе, в 10 стихе говорится, «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Праведник убегает в имя Иисуса. И в заключении прошлой передачи мы говорили об объединенной силе, которая стоит за именем. Давайте поговорим немного об этом. Мы уже узнали из Слова Божьего, что именно посредством силы в имени Иисуса церковь реализует свое искупление. Иисус сказал, «Вы идите». Он сказал, «Дана мне всякая власть. Дана мне вся власть на небе и на земле. Поэтому вы идите по всей земле и во имя мое проповедуйте Евангелие, изгоняйте дьявола, говорите новыми языками и так далее. Во имя мое». И что это значит, во имя мое? Это имеет много различных значений. Наиболее истинный и основной смысл этой фразы «во имя мое делайте определенные вещи». Это заявление, утверждение Завета. И вам здесь нужно кое-что понять. На Ближнем Востоке и в той части мира, фактически в большей части мира, за исключением той его части, которую мы называем Западным миром, где мы стали настолько цивилизованными, что уже вообще мало что знаем о Завете. Мы уже так не мыслим. У нас есть контракты и Заветы, но для обычного человека на улице, например, в Соединенных Штатах или в Канаде, они не значат того, что они значат для человека на улице в Юрусалиме, или в арабских странах, или в африканских, или для американских индейцев, или для кого-то, чья культура полностью основывается на отношениях Завета. В ранние годы человечества существовал лишь один закон. закон, который был рожден между людьми или между семьями в форме Завета. Если я, смешав свою кровь с вашей, пообещал вам, что я буду делать определенные вещи в том, что касается вас или вашей семьи, то для меня не сделать этого, а означало бы нарушить этот закон или этот Завет. И эта Библия, которая у нас есть, она является восточной книгой, и она основана на отношениях Завета между Богом и человеком по имени Авраам. И Бог пришел к нему и сказал, «Вот Завет, который я заключу между тобой и мной». И Авраам взял имя Бога, а Бог взял имя Авраама. И они ходили вместе, как одно целое. У Авраама были преимущества, которые дал ему Бог. А Бог получил преимущество и возможность снова иметь доступ в жизнь человека на земле. И через потомков этого Завета смог прийти Искупитель, Спаситель Иисус. И мы ходим в Новом Завете. И лучшей иллюстрацией... Я упоминал вам об этом вчера, и вместо того, чтобы сейчас основательно углубляться в изучение Завета, поскольку это не то, что мы пока что делаем, но вам нужно знать кое-что из этого, чтобы понимать, что несет в себе фраза «Во имя моем». В отношениях Завета происходил обмен именами или фамилиями. Вы брали имя или фамилию того человека, с которым резали Завет. Если у вас была фамилия Джонс, тогда ваша фамилия становилась Джонс Смит. А если у вас была фамилия Смит, ваша фамилия становилась Смит Джонс. И вы становились одним целым. Вы становились одной семьей. Что ж, это все пришло от Божьего Завета. Бог был тем, кто положил начало Завету. И Кровный Завет – это самая серьезная вещь, которая только есть. И лучшая иллюстрация, которая наиболее точно описывает наши отношения с Иисусом и через Иисуса наши отношения со Всевышним Богом Отцом, поскольку Иисус служил на земле на основании отношений с Ним. И в 17 главе Иоанна Иисус сказал, «Я открыл им твое имя». Иисус ходил, служа людям и исцеляя людей не потому, что Он был Сыном Божьим. Нет. Он делал это не таким образом. Он был Сыном Божьим, и Он является Сыном Божьим. Но Его служение основывалось на Завете, который Бог заключил с Авраамом. Потому что апостол Павел сказал, что когда Бог говорил с Авраамом, Он, по сути, давал обетование Иисусу. Вы читаете об этом в 3 главе послания к Галатам. Итак, Иисус служил на основании обетований, данных при заключении отношений Завета. И позвольте мне вернуться к тому, о чем я начал говорить. Нашим лучшим примером или иллюстрацией наших отношений с Иисусом, а через Него отношения со Всевышним Богом, самим Отцом, является брак. Христианский брак между мужчиной и женщиной. В момент заключения брака даются определенные обещания, и они даются друг другу. И затем мужчина дарует женщине все свои активы, все свое имущество. Понимаете? А все эти подписания, добрачных контрактов... Знаете, что это? Это вздор. Вот что это такое. Это никакой не Завет. Нет, нет. Это даже не контракт. Это просто узаконенное прелюбодеяние. Потому что в Завете, в настоящих отношениях Завета, вы отдаете себя и все, что у вас есть, полностью этому другому человеку. Иначе у вас нет никаких отношений Завета. Именно поэтому вся эта ерунда терпит крах. Это вообще никакой не христианский брак. И это не должно делаться во имя Иисуса Христа, потому что в этом нет ничего христианского. Если вы живете в таком непонятном подобии брака, то вам нужно это исправить. Вы скажете, брат Коплант, у вас к этому просто ужасное отношение. Да, у меня к этому ужасное отношение. Это дьявольская вещь. Вы могли этого не знать, когда подписывали этот контракт, но это не значит, что это не дьявольская вещь. И вам нужно изменить это. Это не значит, что вам нужно развестись. Вам вдвоем нужно встать на колени перед Богом, взять этот контракт, в котором написано, что если мы разведемся, ты ничего не получишь. Порвать его и забыть о разводе. А выбросьте его. И вступите в завет во Христе Иисусе. Ваш брак никогда не будет хорошим и надежным, пока вы оба полностью не отдадите себя друг другу. Вот тогда он становится заветом. И Библия говорит, что Иисус отдал себя за этот мир и отдал себя церкви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Он стал главой церкви, главой тела Христова. Тело и голова полностью соединены. А какое отношение это имеет к Его имени? Хорошо. Когда женщина и мужчина женятся, заключают завет, то христианский брак, то, как он описан в Библии, является прообразом нашего союза со Христом Иисусом. И мужчина дает своей жене свою фамилию. И эта фамилия у нее не просто на бумаге. Эта фамилия у нее не просто по воскресеньям. Она берет эту фамилию. Это не то, чтобы ее удочерили. Мой папа, А.W. Копленд, не удочерил Глорию. Она через меня стала его дочерью. Вы понимаете, о чем я говорю? Она кость от костей моих и плоть от моей плоти. Мы с ней одно целое. Моя фамилия – это ее фамилия. Она не была удочерена. Моя фамилия не является лишь частично ее фамилией. Она моя такая же, как и ее. Мы с ней одно целое. И это ее фамилия. И что это означает? Это означает, что все мое, все, на чем есть моя фамилия, все, что имеет ко мне какое-либо отношение, имеет отношение к ней. Позвольте мне вам кое-что сказать. Когда она вышла за меня замуж, о, пусть Бог ее благословит. Она вышла замуж как за мои активы, которых было весьма немного, так и за мои долги. Аминь. Но это было все ее. И те благословения, которые с годами пришли ко мне, тоже ее. Знаете, что она делает? Можете себе такое представить? Она садится в мою машину и ездит на ней, как на своей. И когда полицейский останавливает ее, смотрит ее права, то угадайте, что? Ее фамилия – Копланд. И у нее есть такое же право ездить на этой машине, как и у меня. Это такая же ее машина, как и моя. Аминь. И она может продать ее и потратить эти деньги. И знаете что? Мне будет все равно. Мне будет все равно. А мне не будет все равно. Моя жена не будет делать ничего подобного. Что ж, понимаете, это потому, что вы не ведете себя, как Иисус. И простите меня, брат, но у меня нет времени валять с вами дурака. Вы понимаете, что я имею в виду? Это то, как оно есть. Но таков Иисус. Он дал нам все, что у Него есть. Он сказал все, что имеет Отец Мое. И все, что Мое, я даю вам. Аллилуйя. И позвольте мне показать вам здесь, на этот счет, кое-что из Писания. В третьей главе послания к Ефесянам, когда вы читаете эти вещи, и затем позже снова возвращаетесь к ним и читаете их после того, как слышите все это, «О, они зажигают вас». Итак, послушайте. Это третья глава Ефесянам. Апостол Павел сказал, «Для сего преклоняю колено Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество, или вся семья на небесах и на земле». Слава Богу! Мы состоим с Богом Всемогущим в отношениях Завета. Аллилуйя. Через Иисуса Бог является нашим Отцом. Слава Богу! И, если нам дано это имя, и оно было нам дано, Бог избавил нас от власти тьмы, как написано в Колос... Я начал одновременно говорить Колоссянам и Галатам. В Калатам. В Колоссянам, в первой главе. Позвольте мне прочитать вам это. Первая глава. «Благодаря Бога и Отца» это 12 стих, «призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Он призвал и сделал нас способными к этому участию. Он родил нас свыше. Дух Святой пришел, чтобы жить в нас. Он дал нам помазанье. Через рождение свыше Он ввел нас в небесные духовные отношения с Богом Всемогущим. Мы были рождены заново. И у нас новый Отец. Через пролитие крови Иисуса и тот завет, в котором мы живем и стоим. Послушайте следующее. Он призвал нас к участию в наследии. Если ваша Библия открыта на Колоссянам 1.12, подчеркните это. «К участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего». Мы были введены в царство возлюбленного сына Божьего, но мы не были выведены с этой земли. Мы по-прежнему находимся здесь. И помните, он сказал, «Вся семья на небесах и на земле именуется от него». Вам не нужно ждать, когда вы попадете на небеса, чтобы быть выведенными из-под власти тьмы и введенными в царство возлюбленного сына Божьего. Нет. Он сказал, что он уже это сделал. Он уже сделал нас способными участвовать в нашем наследии святых во свете. Всех нас вместе. Зная, что когда, наконец, в один прекрасный день вопрос с этой землей и всем этим окружением будет окончательно решен во время тысячелетнего правления Иисуса Христа, а потом позже, когда закончится тысячелетнее правление, во все последующие века нам уже не придется иметь дело с грехом. Нам не придется иметь дело с проклятием. И власть или сила, чтобы держать в рабстве проклятие на земле, была разрушена. Но проклятие не было удалено с земли из-за определенного периода времени, который висит над головой сатаны. И Библия говорит, что если бы это время не было сокращено, то это бы все уничтожило. Но Бог будет считаться с этим периодом времени. Это связано с тем, когда Адам преклонил колено пред сатаной в Эдемском саду и отдал ему власть, которую дал ему Бог. Иисус пришел и вернул эту власть. Иисус назван последним Адамом. Адам был назван первым Адамом, а Иисус назван последним Адамом. Иисус пришел, сдал тот экзамен, который не сдал первый Адам, и забрал у дьявола власть над человечеством. Но у дьявола по-прежнему есть здесь контакт с людьми. Итак, Библия говорит, что Иисус дал свое имя. И позвольте мне показать вам, что это означает. Вы слышали эту фразу? Эта женщина ответила согласием на предложение. Вы слышали, как Иисус говорил, «Женились и выходили замуж». Поэтому брак — это что-то более серьезное, чем то, как мы с вами знаем его в западном мире, когда два человека стоят перед священником и говорят, «Я буду, я буду, да, аминь». И потом развернулись и пошли. Я имею в виду, что в этом есть что-то большее. Когда Иисус говорил о том, что люди женились и выходили замуж, он говорил о том, что люди и семьи соединялись друг с другом в завете для того, чтобы обрести силу и так далее. Для этого больше не будет необходимости. Фактически, теперь в этом нет необходимости, потому что уже вступил в силу Небесный Завет, и он называется Новым Заветом. Новый Завет, ратифицированный в крови Иисуса. Аллилуйя. И его ломимом теле. Слава Богу! Этот Завет был ратифицирован, и он навеки, и он не может быть нарушен. Слава Богу! Потому что он заключен между Богом Отцом и воскресшим человеком Иисусом. Итак, давайте вернемся к нашей основной линии сегодня. Мы были избавлены от власти тьмы и переведены в царство возлюбленного Сына Божьего. Верно? Хорошо. Мы в этом духовном царстве. Мы были воскрешены с Ним и посажены с Ним на небесах. Аминь. Мы молимся, и наше имя записано в книге жизни Агнца, в небесной книге. Мое имя там. Ваше имя там. Если вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни и приняли Его как вашего личного спасителя. Ваше имя в книге жизни Агнца. Мы обвинялись именами. Я дал ему свое имя. Мое имя имело не лучшую репутацию, понимаете? Я дал ему свое имя. Мое имя ничего не могло сделать на небесах. Боже мой, оно ничего особо не могло сделать вообще где-либо. И уж, конечно же, оно ничего не могло сделать на небесах, поскольку я был духовным банкротом, равно как и вы или кто-либо другой. Мне вообще ничего было даже и сказать, пока я не пришел к Нему в Его Завете и через этот кровный завет не был соединен с Богом. И вот тогда я уже мог молиться. Но я все равно не должен был молиться в свое имя. Я мог молиться во имя Иисуса. И Он сказал, если чего попросите Отца во имя Мое, Он даст вам это. Другими словами, Он даст вам все, что Он дал бы Иисусу. У Иисуса, слава Богу, я должен быть аккуратным с этим, потому что многие люди просто свирепеют, когда вы говорите что-то подобное. Но это потому, что они не знают Евангелие. У Иисуса влияние или связи с Богом Отцом не больше, чем у вас. У Него есть больше мудрости, чем у вас. Он знает больше о духовных законах, чем знаете вы. Он знает, как действовать в той сфере. Для этого Он и послал Духа Святого, чтобы Он учил вас. Но, к сожалению, мы не посвящаем достаточно времени о том, чтобы учиться. О, что вы имеете в виду, что у Него не так много связей. Подождите минутку. Я не сказал, что у Него не так много связей. У Него с Отцом столько же связей, сколько может быть и у вас. Потому что вы приходите к Отцу не в свое имя. Аллилуйя. Слава Богу, Библия говорит и так по вере, что было по милости или по благодати, дабы обетование было не приложено для всех. Я не умоляю и не преуменьшаю божественность Иисуса. Фактически, если уж на то пошло, я прославляю и почитаю Его божественность, потому что через драгоценное обетование Он дал нам право быть причастниками Его божественной природы. Аллилуйя. И хотя Он вывел нас из-под власти, поместил нас в царство возлюбленного Сына Божьего, и когда вы умрете, вы пойдете на небеса, но небеса не являются тем царством, о котором Он говорит. Он говорит о том, что Он помещает нас в царство возлюбленного Сына Божьего, в каждую сферу, где у Иисуса есть власть. И родившись свыше, мы стали семьей Божьей. Но, зная, что вы по-прежнему будете контактировать с другими людьми и с дьяволом, бесами, смертью, страхом, немощами, болезнями, бедствиями, трагедиями, скорбью, печалью, болью и всеми другими вещами, которые пришли в результате союза человека с дьяволом. В Эдемском саду Сатана является тем, кто принес на землю все эти беды. В Эдемском саду не было никаких болезней, пока дьяволу не было позволено проявить себя. И когда Бог изгнал Адама оттуда, тогда на этой земле проявились все эти бедствия, грех и все остальное, проявилось это проклятие. И вы можете читать Библию. Вы не видите ничего из этого до того, как Адам преклонил колено перед дьяволом. И вы не видите, чтобы после того, как дьявол будет связан, было что-либо подобное. Поэтому вполне очевидно, от кого это все исходит. Да и Библия это говорит. Поэтому, зная, что мы будем контактировать со всем этим, Бог дал нам право использовать могущественное имя Иисуса со властью и изгонять дьявола, не спровергать беззаконие и нечестие, не спровергать сомнение и неверие и брать власть над немощью, болезнью, страхом, болью и всеми мероправителями тьмы века сего и защищать себя и достигать потерянных во имя Его, являя среди них чудеса и знамения. Аллилуйя. В моем сердце настолько сильным было желание Бога, чтобы мы через это учительское служение на ежедневной основе могли от религиозных представлений переходить к реальностям жизни. Другими словами, жить в победе каждый день, семь дней в неделю. Всегда быть абсолютными победителями во Христе Иисусе. И я не говорю о какой-то вымышленной стране утопии на земле, где вы просто беззаботно порхаете по жизни. Я слышал, как люди говорили, ну, знаете, это то, о чем проповедуют эти проповедники веры. Я никогда не слышал, чтобы кто-то так проповедовал, и я никогда не встречал никого настолько глупого, чтобы верить в такое. Вы не избавляетесь от проблем. Если уж на то пошло, то проблемы увеличиваются, потому что ваша продуктивность увеличивается. Но нам стоит выходить на такой уровень, когда мы верой начинаем побеждать эти проблемы. Что ж, давайте быстро помолимся перед тем, как двинемся дальше. поскольку мы хотим, чтобы на этом сегодня пребывало Божье помазание в полной мере. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Мы благодарим Тебя за Духу Божьего, и мы благодарим Тебя за могущественное имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Я прочитаю из послания к евреям. Если у вас есть Библия, вы можете взять ее и открыть ее на послание к евреям. И пока вы это делаете, позвольте вот что вам сказать. Большинство людей смотрит из вас приходится смотреть ее в какое-то другое время дня из-за другого ее времени эфира по телевизору или еще почему-то. И если вы не дома в то время, когда она идет по телевизору, купите видеомагнитофон. Верьте Богу и купите себе видеомагнитофон, подключите его к телевизору и записывайте эти передачи на нем. Установите на нем таймер и записывайте их, и потом смотрите их вечером, и готовьтесь к своему завтрашнему дню. Или же смотрите их рано утром перед тем, как уйти на работу. Очень важно первым делом в начале дня обратиться к Слову Божьему, утвердить себя духовно, утвердить свою победу и противостать дьяволу до того, как вы выйдете туда, в мир, где он. Сделайте это на своей территории. И во имя Иисуса свяжите его до того, как вы выйдете из дома и отправитесь на работу. Слава Богу. Итак, мы говорим о силе и власти в имени Иисуса. И вчера мы говорили о том, что, согласно Слову Божьему, мы были переведены в царство возлюбленного Сына Божьего еще до того, как мы умираем и идем на небо. Фактически, если до того, как вы умираете, вы не являетесь чадом Божьим и не переведены в царство Божье, то вы не пойдете на небо. Это то, что происходит, когда человек делает Иисуса Господом и личным спасителем своей жизни, принимает его как Господа и отдает ему свою жизнь. По сути, вы входите в соглашение Кровного Завета между вами и Иисусом, что дает вам через веру доступ к Небесному Отцу. По-другому, вы никак не сможете прийти к Отцу из-за того, что Адам с Сатаной соединились тогда в Эдемском саду, в каком-то сомнительном своего рода завете, и Адам отдал Сатане свою власть над человечеством, над всей человеческой расой. Поэтому Иисус через наше отношение Завета в Нем, посредством Его крови, именно об этом и речь, когда говорится о том, что Его кровь, это кровь Завета между нами и Иисусом, давая нам в Иисусе доступ к Небесному Отцу, вот что означает молиться в Его имя. Все, что мы делаем в Послании Колоссянам говорится, все, что вы делаете, каждое дело, которое вы делаете, каждое слово, которое вы говорите, делайте и говорите это во имя Иисуса. Другими словами, всегда живите в отношениях Завета. Всегда живите в отношениях Завета, и вам незачем идти и делать что-то своей собственной силы. Вам незачем идти и искать работу своей собственной силы. Ну, знаете, я не хочу доставлять Богу беспокойство этим. Что ж, это глупо. Вы не доставляете Ему этим беспокойство. Вы доставляете Ему беспокойство, когда не имеете с Ним никаких дел и не ходите и не живете в этих отношениях Завета. Он пообещал вести и направлять вас во всех жизненных делах. Хорошо. И в заключении прошлой передачи мы говорили о двух вещах. Нам было дано его имя, точно так же, как мужчина дает свое имя или фамилию своей жене, когда они вступают в отношения Завета, называемые браком. Это то же самое. Именно поэтому христианский брак так и заключается, поскольку это прообраз нашего союза с Иисусом, когда он является женихом, а мы частью невесты в этих отношениях Завета. И когда мы приходим к Иисусу и делаем его Господом нашей жизни, Он дает нам свое имя и все свои активы. И когда он это делает, тогда мы становимся чадом Божьим. Например, это очень важно. Я хочу, чтобы вы это услышали. Когда мы с Глорией поженились, мой папа А.W. Кокманд не удочерил Глорию. Ему не нужно было это делать. Она стала его дочерью, когда стала со мной одним целым. Мы используем термин невестка. И в действительности это не нужно. Она стала частью моей семьи. Она стала частью меня. Я стал частью нее. Я смотрю на ее маму точно так же, как я смотрю на свою маму. Она не теща. Глория не невестка моего папы. Я имею в виду, что я сын Мэри Нис, а Глория дочка А.W. Копленда. Потому что она не просто имеет ко мне какое-то отношение. Мы одно целое. Так? Я дал ей свою фамилию и все, что она с собой представляет. И она использует эту фамилию как свою собственную. Она во всех ее документах. Она юридически ее. У нее есть власть и право этой фамилии. И Библия говорит в 3 главе Эфесянам, что вся семья на небесах и на земле именуется от Иисуса. Слава Богу! И мы также говорили о том, что все зависит от того, какая объединенная сила стоит за этим именем. И я использовал позавчера эту иллюстрацию захолустимы Сан-Франциско или Далса. Есть этот маленький городок, в котором живет не больше полдюжины человек. Такой маленький поселок. Если какой-то человек придет и скажет, я главное должностное лицо захолустья, что та объединенная сила, которую он представляет, не имеет большого веса. Даже объединенная вся вместе, она и близко не будет идти в сравнение с объединенной силой Далласа. Поэтому для того, чтобы знать силу в каком-то имени, вам нужно знать, что за этим именем стоит. И помните местописание, которое мы читали в Колоссяном? Я ссылался на него минуту назад. Но читая это местописание, которое говорит, мы были избавлены от власти тьмы. Я хочу, чтобы вы, позвольте мне просто прочитать вам это еще раз, это Колоссяном 1.12. Вам нужно подчеркнуть, обвести, как-то выделить это в своей Библии, благодаря Бога и Отца призвавшего. Заметьте, это прошедшее время, призвавшего нас. В одном из переводов Библии говорится, сделавшего нас способными или давшего нам право, сделавшего нас способными участвовать в наследии святых во свете в нем, в нем, или в котором мы имеем искупление. Я хочу, как это лучше сказать, Иисус, помоги мне. Что ж, послушайте это из Слова Божьего. Это из послания к евреям, самой первой главы, и это первые пять стихов. Хорошо, я хочу, чтобы вы послушали это сейчас. Помоги мне, Иисус. Хорошо, послушайте, это из послания к евреям. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Итак, послушайте это. «В последние дни Си говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего». И так помните, написано, мы были сделаны способными участвовать в наследии святых во свете. И дальше в Колоссяном объясняется, что это в Иисусе. Итак, послушайте. «Которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесной величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов». Итак, послушайте это утверждение. Ухватитесь за это. Пометьте это у себя в Библии. Отметьте это где-то как-то. «Сколько славнейшее пред ними наследовал имя?» И когда это произошло? Когда он родился? Его положили в ясли? Нет. Он начал существовать не тогда, когда он родился, и его положили в ясли. Тогда он был рожден Марией. когда он пошел на крест, умер и сошел в ад, пострадал там и воскрес из мертвых. Вот когда Иисус воскрес из мертвых. Господь славы. Воссел по правую руку величия на высоте. И вас сесть по правую руку величия, по правую руку Бога, по правую руку в отношениях завета, правая рука, практически во всех культурах на земле, означает власть. Ну, вон тот парень, он является правой рукой того человека, говоря о его власти, о той власти, которая вложена в эту правую руку. И «О, я не могу обойтись без того парня, он моя правая рука». Понимаете, понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Правая рука Бога всемогущего, я имею в виду, что он наследник Бога, сама правая рука Бога. Написано, что он отдал весь суд в руки сына. Хорошо, в послании к римлянам и во всем Новом Завете многими, 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 многими путями указывается на то, что мы сонаследники с Иисусом. Восьмой главе римлянам сказано, что мы сонаследники с Ним. Мы наследники Божьи. В послании Галатам говорится, ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий. Аллилуйя, слава. И я хотел, чтобы вы услышали все это. Потому что я хочу отметить следующее. Величие могущества имени Иисуса и стоящая за Ним объединенная сила является трехкратной. И мы говорим о первой ее сфере, сфере наследия. Сила в Его имени может быть измерена только силой Божьей. имени. Слава Богу! Силу и власть этого имени можно измерить только тогда, когда вы можете измерить величие Бога. Вы не можете измерить величие Бога. Бог выше всякого именуемого имени. Так и есть. И это то, что говорит Писание, что Ему было дано имя, которое выше всякого именуемого имени. И величие его имени мы разделим это на три основные составляющие, чтобы мы могли рассмотреть это. И первое это сфера наследия. Иисус был отделен от Бога, когда сошел в ад. Когда Он заплатил на кресте цену за грех за вас и за меня, Он был отделен от Бога. Он был изгнан от Бога. И Библия говорит, что Он умер смертью грешника. Он не был грешником, но Он умер смертью грешника, заняв наше место. Аминь. И когда Он воскрес из мертвых и разрушил силу смерти, слава Богу, я хочу, чтобы вы знали, что Писание говорит, так же, когда вводит первородного, и так заметьте это. Боже мой, я не могу это читать, не начиная радостно восклицать. Начиная с Евангелия Марка, Луки и Иоанна, точнее, после Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Иисус больше не называется единородным Сыном Божьим. Иоанна 3,16 говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но после того, как Он воскрес из мертвых, Он больше не называется единородным Сыном Божьим. Он назван первенцем из мертвых. Он назван первородным между многими братьями. Это много чего означает. В основном в сфере отношений Завета. Когда вы заключаете с кем-то Завет, и вы через Завет делаете какого-то человека своим сыном, то этот человек не получает права просто очередного сына. Он получает права первенца. И когда вы через Завет принимаете кого-то как сына, он получает все права первенца, потому что он вошел в эту семью не через естественное рождение, он вошел в эту семью по моему выбору. Поэтому усыновленному сыну, сыну по Завета давали все права первенца. Израиль был назван первенцем Божьим. И Бог сказал фараону, отпусти моего первенца, или я убью твоих первенцев. О, дошло до сражения с Богом. Завете, а именно за детей Авраама. И он сказал, хорошо, я уже испробовал все, чтобы заставить тебя отпустить этих людей, и дошло уже вот до чего. Ты отпускаешь моего первенца, или же я заберу твоих. Я имею в виду, что у вас голова кругом идет, когда вы начинаете обо всем этом думать, и о том, как это работает. Итак, Иисус воскрес из мертвых. Библия говорит, что Бог сказал, я снова буду Ему Отцом, и Он будет в Мне Сыном. Понимаете? Иисус тогда был отделен от Бога, и именно поэтому Иисус в Гефсиманском саду так переживал. Он видел, как это грядет, и Он сказал, если возможно, но это было невозможно. Поэтому Он сказал, не моя воля, но твоя добудет. В какой-то момент Иисус был отделен от Бога, и Иисус заплатил цену за грех. Он покинул присутствие Божье, чтобы мы с вами могли быть приведены в Его присутствие. И когда Он воскрес из мертвых, Библия говорит, что жезл правоты или праведности. Слава Богу. Вы знаете, что такое жезл. На суде царя, когда царь указывает на кого-то жезлом, даже если это просто людин, и царь указывает на него этим жезлом, это означает, что он теперь участвует в судебном заседании, и его слова, то, что он хочет сказать, его свидетельство, может быть записано и иметь вес, поскольку он сейчас участвует в судебном заседании, пусть даже этим жезлом на воскрешего Иисуса и сказал, я сужу и считаю этого человека безупречным и непорочным, я считаю его безупречным и непорочным передо мной, и он понес грех мира, он понес преступление Адама, я имею ввиду, что он сошел в ад, и цена за это была большой, поэтому когда Бог поставил его, хвала Господу, он унаследовал все, что было у Бога, Бог воскресил его из мертвых и сказал, я снова буду ему отцом, и он заключил этот кровный завет, и он был заключен в драгоценной, безгрешной, удивительной крови Иисуса, и сегодня эта кровь находится на небесной крышке ковчега Нового Завета, и мы стали сонаследниками с ним, и имя, от которого мы именуемся, имя, в которое мы молимся, имя, в которое мы говорим дьяволу, имя, в которое мы делаем каждое дело и говорим каждое слово, это то имя, которое Иисус унаследовал от Бога Всемогущего, аллилуйя, он унаследовал Иегова Целителя, он унаследовал Иегова Бог, он унаследовал все искупительные имена Бога, и все, кем Бог является, и кем когда-либо будет, он унаследовал это, аллилуйя, и мы сонаследники со Христом Иисусом. Нам было дано это имя. Итак, как вы можете измерить силу и имя Иисуса? Никак. Для этого вам нужно измерить Бога. И к тому времени, как вы закончите Его измерять, к тому времени, как вы все измерите, пока вы будете измерять, оно все увеличится еще намного больше. Вы можете измерять всю вечность. Вы так никогда и не сможете все это измерить, поскольку то, кем является Бог, и все, что есть у Бога, постоянно увеличивается и расширяется во всех отношениях. Вы скажете, о, я не знаю, что это. Я тоже, слава Богу. Я могу сказать вам следующее. Для того, чтобы измерить Его имя, вам придется суметь измерить все, кем Бог является, все, что есть у Бога, все, кем Бог когда-либо будет. Неудивительно, что написано вчера, сегодня и во веки тот же. Он такой же, как Бог. Он есть Бог. Он Бог, явленный во плоти. Аллилуйя. Он наш Бог. Он мой Бог. Он ваш Бог. И у нас есть Его имя. Слава Богу. Итак, Он достиг власти Своего имени через дарованное Ему. Во второй главе послания к филиппийцам Слово Божье говорит, что Его имя было даровано Ему, или Ему было дано имя, которое выше всякого имени. Как-то раз я работал на одну компанию, которая представляла услуги авиаперевозки одной известной семье, очень-очень богатой и влиятельной семье в Соединенных Штатах. Этот человек сам по себе и так был очень богатым и влиятельным. И у него по-прежнему было то же самое имя и фамилия. Но когда Он стал главой семьи, когда Он стал во главе всего, и та семья была международной семьей, то есть это означало, что Он стал во главе и того, чем они владели в других странах. А они владели много чем. Но когда Он стал главой семьи, о, они удвоили охрану. Если раньше мы приземлялись где-то, забирали Его, ничего особенного, то теперь повсюду была охрана и все такое. Боже мой, на следующий день, после того, как Ему было даровано положение главы семьи, что Он получил? Дополнительную власть. И когда мы полетели за Ним, после того, как Он стал главой семьи, было такое впечатление, что мы летим забирать президента Соединенных Штатов. Там повсюду была охрана, хотя это был тот же человек с тем же именем и фамилией, но с дополнительной властью. Я хочу, чтобы вы кое-что знали. Когда Иисус Христос из Назарета был сделан царем царей и Господом господствующих, Ему было даровано имя, которое выше всякого именуемого имени. И перед этим именем преклонится всякое колено, на небесах, на земле и под землей. Слава Богу! Когда я готовился сегодня к этой передаче, я получил очень четкое понимание от Господа, что кто-то сегодня планирует провести выходные с чужой женой. Не делайте этого. Не делайте этого. Это глупо. Не делайте этого. Обратитесь к вещам Божьим и позвольте силе Господа Иисуса Христа разрушить для вас это. И не впадайте в это. Это сатанинская ловушка. И это может быть еще какой-то ловушка. Я говорю серьезно. Ко мне пришло очень четкое понимание этого. Когда я был там, в другой комнате, и готовился, одевался, и готовился к этой передаче. Так что так. Я сделал свое дело. Я поделился этим с вами. Давайте помолимся и приступим сегодня к этой передаче с верой в нашем сердце в отношении имени Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за это имя. Имя Иисуса. Имя, которое выше всякого имени. И мы молимся в это имя. И мы просим Тебя сегодня об откровении о нем. Мы просим Тебя открывать его нашему сердцу. И, Отец, я молюсь о том человеке, к которому ты хотел сказать это слово. Нельзя разрешить самому собой слово Божье. И я благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Поэтому, были ли это конкретно вы, или же... Я процитировал местописание, которое говорит, нельзя разрешить самому собой слово Божье. Я имею в виду, кем бы вы ни были. Являетесь ли вы тем, к кому конкретно обращался сейчас Бог или нет. Неправильно это делать. Это неправильно. Это ловушка дьявола. И в этом есть смерть. Поэтому просто примите это слово от Господа, слово для мудрых. Слава Богу. И обратитесь на этих выходных к вещам Божьим, вместо того, чтобы впадать в дьявольские вещи. Не делайте что-то бессмысленное, что-то глупое. И не подвергайте риску из-за чего-то подобного свою жизнь. Слава Богу. Итак, мы говорим об имени Иисуса и силе в этом имени. Мы говорили о том факте, что мы нуждаемся в этом имени, и в свете того факта, что мы искуплены от власти и силы тьмы, как мы читаем в 12 стихе 1 главы Колоссянам, «благодаря Бога, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего», это уже было сделано. Это произошло, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. И Он сделал нас способными участвовать в наследии святых во свете. Но несмотря на то, что мы были искуплены, были рождены свыше, были выведены из-под власти дьявола, мы по-прежнему контактируем с Ним. Дьявол по-прежнему находится здесь, на земле, и у Него нет над вами власти. Вы не Его, если вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни. В 6 главе Ефесянам перечисляются ранги демонических сил, а именно начальство, власти, мироправители тьмы века сего и духи злобы поднебесные. И речь не о тех небесах, где находится Бог. Речь вот об этих небесах здесь, атмосферных небесах, в которых мы живем. И заметьте, это мироправители тьмы века сего. Они могут быть мироправителями тьмы, но они не правят мной, потому что я наследник, у меня есть наследие, я наследник Божий во свете. Я только что процитировал это из 1 главы Колоссянам. И Господь знал, что когда вы родитесь свыше, вам понадобится оружие. И его оружие, которое является нашим, оружие воинства нашего, не плотские. Это не какие-то плотские вещи. А они не находятся в этом естественном физическом мире, где все можно увидеть или почувствовать. Они сильны Богом на разрушение твердынь. И когда я обращаюсь к дьяволу, я говорю, Сатана во имя Иисуса, я говорю тебе. Поэтому преклони свои колена. Просто преклони свои колена. Убери свои руки от моего ребенка. Убери свои руки от дел моего бизнеса. Убери свои руки от моей семьи. Убери свои руки от моего тела и от моего разума. Во имя Иисуса. Нет, я не позволю тебе, дьявол, это сделать. Нет, нет, нет. Нет. Всякий мироправитель. Например, я делаю это, когда я лечу куда-то. Я захожу в самолет и говорю, во имя Иисуса, я беру власть над этим самолетом, и я связываю всякие начальства, всякие власти, всякого мироправителя тьмы века сего. Ты, может, и мироправитель тьмы, но ты не правишь мной. Иисус мой Господь. Теперь вы понимаете, почему я постоянно это говорю? Именно поэтому я постоянно говорю, Иисус Господь. Иисус Господь. Я провозглашаю Его господство в моей жизни, в моих делах. Я хочу, чтобы дьявол меня слышал. Я хочу, чтобы демонические начальства, власти, мироправители тьмы века сего «И каждый дух злобы поднебесной слышал меня». И я говорю, я беру власть над этим самолетом. И я провозглашаю его безопасность. Я беру власть над каждым злым духом, над всяким бесом, которому ты поручил выступать против кого-либо в этом самолете, включая экипаж и всех остальных, во имя Иисуса. И у вас нет власти над другими людьми, если только они не в вашей семье, как, например, ваши дети, или же когда вы, как муж, как глава семьи, молитесь и применяете власть, когда говорите дьяволу. Я сказал дьяволу много лет назад, «Ты не получишь моих детей. Ты не получишь их. Ты это понимаешь? Ты не получишь моих детей. Они не пойдут в ад во имя Иисуса». И мы с Глорией согласились об этом и стояли на своем. Мы стояли на своем. И когда дьявол пришел и сделал все возможное, чтобы прибрать их к своим рукам, он наткнулся на что-то превосходящее, то, с чем он мог справиться. Вот и все. И я хочу сказать вам сегодня вся слава, честь и хвала Богу и имени Иисуса. Слава Богу! Все наши дети, включая их мужей и жен, их детей, все они сегодня служат Богу, и они все вместе с нами в служении. Хвала Господу! И они в служении не потому, что мы заставили их там быть, а не там потому, что они захотели там быть. Слава Богу! Имя. Могущественное имя Иисуса. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера в любой сфере Библии. Вера в отношении того, что касается рождения свыше. Вы можете знать, что вы рождены свыше, и не особо применять какую-то веру в тот факт, что вы рождены свыше. Что ж, вера в рождение свыше приходит от того, что вы узнаете, что такое рождение свыше, и что оно ваше, и узнаете обо всех этих вещах в Библии. Вера в исцеление приходит от размышлений над Библией, от чтения Библии, от того, что вы поступаете по Слову Божьему, так же быстро, как бы вы поступили по Слову адвоката, или врача, или друга, которому вы весьма доверяете, или вашего пастора, или еще кого-то, кто в вашем сердце и вашем разуме является человеком, представляющим власть. Когда для вас это является Словом от Бога, обращенным к вам, Словом Божьим, и его честность и непогрешимость реально и сильна. Тогда вера для исцеления приходит из Слова Божьего. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Она не приходит от испытаний, проверок и искушений, и всего такого. Испытания нашей веры производят терпение, говорит Слово Божье. Эти испытания пришли к вам не для того, чтобы укрепить вашу веру. Они пришли к вам для того, чтобы разрушить вашу веру. Но когда вы применяете свою веру, понимаете, во-первых, Бог не является тем, кто проверяет и испытывает вас. Это еще одна вещь, которую вам нужно понять. Он не является вашей проблемой. Он ваш ответ на ваши проблемы. Аллилуйя. Поэтому все определяется тем, что я делаю со Словом Божьим, что я делаю с моей верой, что я делаю с именем Иисуса, когда я сталкиваюсь с проверками и испытаниями. И вы помните то местописание в 1 Иоанна, которое мы читали несколько дней назад. 1 Иоанна 3 глава. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга. Верили в это имя. Петр сказал, именно вера в это имя укрепила перед вами этого человека. И так, как приходит вера в его имя, от изучения того, что Библия говорит об его имени. Именно поэтому мы и делили с вами всеми этими вещами последние несколько дней, чтобы вы узнали, что Слово Божье говорит об этом имени и о власти, которая есть в этом имени. Я хочу, чтобы в вашем духе загорелся этот огонь Божий в отношении могущественного имени Иисуса. Так, чтобы когда дьявол в следующий раз начнет что-то предпринимать, он бы пожалел, что вообще там появился. Слава Богу, Библия говорит о себе, как о мече Духа. Аллилуйя. И во имя Иисуса научитесь владеть этим мечом. Получайте ответы и обетование ответа из Слова Божьего. Лучше из Нового Завета, который дает вам ответ на вашу ситуацию, и затем вкладывайте его в свои уста, как меч в руку и говорите во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Позвольте мне с вами кое-чем здесь поделиться. У меня есть некоторая неуверенность на этот счет из-за множества религиозных представлений, особенно в пятидесятнических и харизматических кругах, где проповедуется исцеление, где верят в исцеление и применяют веру в исцеление и нашу привилегию быть здоровыми. Очень сложно находить здесь общий язык из-за недостатка изучения, размышления и правильного мышления в отношении имени Иисуса. И я понимаю, что я не являюсь целителем. Я сам лично не владею силой и властью исцелять. Так, как я владею этими наручными часами. Я купил эти часы. Я заплатил за них деньги. Они мои. Я имею в виду, что я могу положить их в карман. Я могу выбросить их. Я могу отдать их. Они мои. И я могу делать с ними все, что угодно. У меня есть полное право делать с этими часами все, что я захочу. И в свете этого у меня нет силы и власти исцелять. Я не могу это делать, когда захочу. У меня этого нет. Как служителю Евангелия, как рожденному свыше чаду Божьему, мне было дано имя Иисуса, в которое я могу возлагать руки на больных. И во мне есть источник этой силы. Я не являюсь источником этой силы. Я как штепсельная розетка. Как розетка в стене. И вы можете воткнуть в нее вилку и потечет электричество. И кто-то может спросить, есть ли сила электричества в этой розетке? Да, в этой розетке есть сила. Электричество. Но эта сила, электричество не берет начало в этой розетке. Это электричество берет начало в компании-производители электроэнергии. А розетка является лишь вашей точкой контакта. Через нее вы просто подключаетесь к этой силе. Понимаете? Что ж, это то, кем мы с вами являемся. Мы точка контакта. И даже что-то больше в свете того факта, что в нас живет сам Бог. Тот, кто в нас больше того, кто в мире. Когда мы служим, возлагая руки, в нас Отец, который, как сказал Иисус, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Если бы вы услышали меня использующим эти слова, как их использовал Иисус, когда кто-то пришел к Иисусу, желая, чтобы он пошел и послужил кому-то, Иисус сказал, Я приду, исцелю его. И Иисус уже сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Итак, послушайте меня, потому что я хочу, чтобы вы увидели здесь кое-что в отношении имени Иисуса, чего мы так и не уловили. Если бы я, моляясь за вышедших вперед для молитвы больных, сказал эти слова, Я исцеляю это тело во имя Иисуса, я бы на следующее утро получил 50 тысяч писем, а человек, на которого я возложил бы руки, подпрыгнул бы и убежал. Иисус, Целитель! Я это знаю. Я проговорил в Его имя. Это одна из причин, почему я публично не использую эту фразу таким образом, поскольку насчет нее есть так много недопонимания. Но вера в это имя приведет вас к тому, что... И это приемлемо. Стыдно, что мы мыслим настолько религиозно, и мы такие обидчивые. О, мы так расстраиваемся, Боже мой! Из-за чего-то подобного и так обижаемся, что не хотим даже и думать больше об этом. Хорошо. Я беру власть над этой немощью и болезнью, и я служу исцелением этому телу. Я могу сказать так. Было время, когда я и это с трудом мог сказать из-за того, что люди злились, что вы использовали слово «власть». Но мы поняли, что мы говорим в Его имя. И когда высвобождена вера в Его имя, Иисус сказал, «Если вы принимаете того, кого я посылаю, вы принимаете меня». «Если вы хотите видеть проявление и движение силы Божьей, когда к вам приезжает кто-то, помазанный Богом, и вы принимаете Его, как если бы это был Иисус, когда этот человек говорит во имя Иисуса, тогда будет происходить то же самое, что произошло бы, если бы на Его месте стоял и говорил Иисус во плоти». Понимаете? Поскольку этот человек говорит в Его имя или в Его власти. Слава Богу. Аллилуйя. Но у вас не будет такой веры в Его имя, пока вы не будете изучать это слово. И есть люди, которые скажут вам, «О да, я исцелю вас, я целитель, у меня есть сила исцелять». У него сила исцелять не больше, чем у гуся. Боже мой, это неправильно. Это что-то неправильное. И это неправильное использование этого. «Ну, Бог дал мне эту силу». Нет, нет, нет. Это совершенно неправильное отношение и позиция. Это не вера в имя Иисуса, это гордость. И когда мы развиваем нашу веру в имя Иисуса, так что сознательно в сердце вы знаете, «Я говорю в Его имя». Поскольку в большинстве случаев, когда вы слышите, как кто-то говорит во имя Иисуса, это говорится просто от умственного знания. Потому что мы христиане, это то, что мы делаем. И вы постоянно это слышите. «Во имя Иисуса», «Во имя», «Ради Иисуса», «Ради Иисуса», «И то, и это», «И все остальное». Но за этим в действительности не стоит внутреннего знания и внутреннего ожидания, что Дух Святой почтит это имя из-за веры в это имя. Эта вера приходит, и такого рода реальность приходит, когда вы начинаете изучать Слово Божье и понимать и знать, что вы были сделаны одним целым со Христом Иисусом. Вы в Нем, и Он в вас. И мы не говорим все эти вещи хвостливо или как-то еще. Мы говорим их с великим почтением, в то же самое время с великой верой. Слава Богу! Аллилуйя! Итак, мы говорили о трех основных стадиях величия имени Иисуса. Это имя пришло к Нему через наследие. Мы читали об этом в первой главе послания к евреям. Когда Бог воскресил его из мертвых, Он поставил его наследником всего и сказал, «Он через наследие получил большее имя, нежели все ангелы, слава Богу!» или кто-либо еще. Затем мы говорили о том, что величие его имени было даровано Ему. Во второй главе филиппийцам в девятом и десятом стихах говорится, что Ему было дано имя, которое выше всякого имени. И пред этим именем преклонится всякое колено, слава Богу, на небесах, на земле и в преисподней. Хвала Господу! Все три сферы существования человека, небеса, земля и преисподняя, все три сферы духовного существования. Небеса, земля и преисподняя, слава Богу, должны преклонить колено пред именем Иисуса, поскольку Бог почтил это имя. Он даровал Ему быть царем царей и Господом господствующих и назвал Его Богом и вся власть в Его имени. Аллилуйя! И вот третья стадия величия Его имени. Он достиг власти Своего имени, сразившись и одержав победу в эти три дня между крестом и престолом. Иисус сказал, как пророк Иона был во чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли, в самом аду. За эти три дня, как говорится в Колоссяном 2.15, Он отнял силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними. Евреям 2.14, «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу, силу и власть смерти, то есть дьявола». И затем в 11 главе Луки, в 21 и 22 стихах, говорится, что Иисус забрал не только ключи, Он забрал все оружие, на которое сатана надеялся. Он забрал у Него всю власть, и Он дал нам ключи царства, аллилуйя, великие и драгоценные обетования. Хвала Господу. О, я прихожу от этого восторг. И в 19 главе Откровения, с 11 по 13 стихи, говорится, что Его имя Слово Божье. «Каждое место Писания, каждое слово в Библии, касающееся величия, власти и силы, непогрешимости имени Иисуса, показывает, что Он получил величие Своего имени после того, как воскрес из мертвых. С тех пор Он не использовал это имя». «Что вы сказали, брат Копланд?» «Да, вы слышали, что я сказал». Иисус дал Своё имя людям. Благодарение Богу, что у нас есть это имя. Иисус вложил в него всю эту власть для нас с вами. А зачем еще Ему было обретать власть над дьяволом? Зачем еще Ему было вступать в великое сражение в аду и бороться со всеми бесами ада, срывая, сбрасывая их с себя, когда они мучили его, пытались уничтожить его там? И Иисус воскрес из мертвых и сделал из них посмешище. Вышел из той гробницы и сказал, «Да на мне вся власть на небе и на земле». Полагая, что так, Иисус победил дьявола, забрал у него ключи смерти. «Слава Богу вовеки». Слава Богу вовеки. Слава. Аллилуйя. Это Евангелие, мои братья и сестры. Итак, мы в нем, и Он дал нам свое имя. Слава Богу вовеки. Аллилуйя. Аллилуйя. Редактор субтитров А.Семкин — Корректор А.Егорова Продолжение следует...